У коммунальщиков наступила жаркая пора. Снег интенсивно тает, образуя на проезжей части и тротуарах большие лужи. Серьезная водная преграда появилась на улице Льва Толстого, напротив здания МОБа. Жителям частных домов, где отсутствует тротуар, без резиновых сапог не обойтись. Чтобы решить проблему, 8 апреля специалисты занимались расчисткой канавы на Льва Толстого, по которой талая вода уходит в подготовленную дренажную систему на Победы. Но это отнюдь не единственный проблемный участок в городе. Проблемные места – это у нас улица Красноармейская в конце лужа. Вот видите, как сегодня у МПЦ лужа приличная, на Матьянге есть нюансы. Также вот видели, наверное, большая лужа на перекрестке была Миропарковая. Ну, постепенно работаем и с задачей бесправляемся. Сейчас все силы коммунальщиков брошены на расчистку дренажных канав, вскрытие оголовков и промывку водопропускных труб. Работы начали примерно неделю назад. В настоящее время работают 4 единицы техники. Задействовано у нас 3 предприятия. По городу очисткой канав занимается ООО «Заресервис», потоку РОО «Отава» и промывкой труб занимаются ИП «Зуравлев». Протяженность водопропускных канав в городском поселении немалая – порядка 22 километров. Часть дренажной системы очищена. Как отмечает Юрий Иванов, нынешней весной осложняет ситуацию снежная зима. Период начала работы угадать очень сложно, потому что все это зависит от температуры наружного воздуха, от активности таяния снега, от того, много снега или нет, и насколько промерзший грудь. Ну, вы знаете, в этом году зима была очень холодная, грудь промерзший, и поэтому вода в канавах, конечно, у нас скапливается. А если посмотреть в прошлом году, вспомните, да, зима была теплой, и практически канавы у нас и не заработали. То есть то, что таяло в течение дня, заночь впитывалось. Поэтому в этом году ситуация немного посложнее, но, думаю, день-два, и ажиотаж спадет. Заявки, поступающие от граждан, рассматриваются в индивидуальном порядке. Обращение граждан у нас принимает диспетчер, также специалист сразу, и доходят они до специалиста, и принимаются меры. Соответственно, подрядчику сообщается, где слабые места, и уже происходит по месту, скажем так, по месту корректировка работы. В второстепенные дороги после зимы практически все вскрылись. Снежная каша в большинстве своем убрана. Однако лужи и грязь пока их неотъемлемая составляющая. Сезонные неудобства носят временный характер, и в период весенний распутиться горожанам стоит запастись терпением. Объем работ, проведенный коммунальными и дорожными службами, немалый. Однако весна в самом разгаре, а потому расслабляться специалистам не приходится.